Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать узор путанка один на один. Для данного узора необходимо набирать четное количество петель. Рапорт в ширину это две петли. Повторяется узор с первого по четвертый ряд. Это лицевая часть полотна. Точно так же выглядит узор по изнаночной стороне. Приступаем к выполнению. Для образца мы набрали 18 петель. Первая и последняя это кромочные петли. 16 петель это петли нашего узора. Приступаем к выполнению. В начале ряда кромочную снимаем не провязывая. Сняли. Далее мы будем вязать чередование. Одна лицевая за переднюю стенку, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая за переднюю стенку, одна изнаночная. Одна лицевая за переднюю стенку, одна изнаночная. Так, чередуем до конца ряда. Лицевая за переднюю стенку, изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце ряда кромочную мы провязываем изнаночной. Мы выполнили первый ряд, работу переворачиваем. Во втором ряду мы будем вязать петли по узору. Что это значит? Это значит над лицевой петлей мы будем выполнять лицевую, а над изнаночной, изнаночную. Кромочную петлю в начале ряда мы снимаем, не провязывая. Сняли. Над лицевой петлей мы вяжем лицевую, провязали. Над изнаночной, изнаночную. Снова. Над лицевой, лицевую. Над изнаночной, изнаночную. И так чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Выполняем до конца ряда. Одна лицевая, одна изнаночная. Кромочную в конце ряда мы выполняем изнаночной. Выполнили. Мы закончили второй ряд. Работу переворачиваем. В третьем ряду будем вязать следующим образом. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И вязать петли будем не по узору, а наоборот. То есть, над лицевыми петлями мы будем выполнять изнаночные, а над изнаночной лицевые. Первая петля у нас лицевая, а над ней мы выполняем изнаночную. Рабочую нить перенесли перед работой. И провязали изнаночную петлю. Провязали. Следующая у нас изнаночная. Над ней мы выполняем лицевую. Провязали. И чередуем. Над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая. Снова над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая. Чередуем до конца ряда. Над лицевой петлей мы выполняем изнаночную, над изнаночной лицевую. Снова над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую. Кромочную в конце ряда мы выполняем изнаночной. Закончили третий ряд. Работу переворачиваем. В четвертом ряду выполняем по узору. То есть над изнаночной изнаночной, над лицевой лицевую. Кромочную снимаем. Над изнаночной изнаночная, над лицевой лицевая. Над изнаночной, изнаночной, над лицевой лицевая. И чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Лицевая, над изнаночной, изнаночная. И заканчиваем над лицевой, лицевая. И кромочная в конце ряда провязывается изнаночной. Мы закончили выполнение четырех рядов. Уже просматривается наш рисунок. Повторять узор в высоту нужно с первого по четвертый ряд. То есть сейчас пятый ряд мы вяжем как первый, шестой как второй, и так далее. Необходимое количество рядов. Сегодня мы с вами научились вязать узор путанка один на один. Я напомню, для узора необходимо набирать четное количество петель. Ширина рапорта две петли. Повторение узора идет с первого по четвертый ряд. Этот узор довольно прост в выполнении. Чередуя лицевые и изнаночные петли вы получаете вот такое полотно. Одинаково красиво оно смотрится по лицевой и по изнаночной стороне. То есть узор двухсторонний. Я желаю вам творческих успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...